Шах oh my God Самое главное качество которому нам нужно набраться это терпение если мы хотим достичь результата пачина. Хорошо! Это второе это это карминка. Карминка будут очень, очень мертвосные люди. Такие очень мертвосные люди. Это Бхазнавас. И даже Мадхай, он вверх, он вверх, он говорит, что не волнуйся, что один раз вы чаете, «Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Хари Рама». Бхазнавасы очень благослованные Бхазнавасы. Второе качество такой Личности — это милосердие, необычайно большой великодушие, мягкое сердце. Например, взять Нитянанду Прагу. Ему один из пьяниц разбил голову, у него текла кровь, но он всё равно молил о спасении этого пьяницы, лишь бы только он достиг совершенства. Бхазнавасы необычайно милостивы, по-настоящему милостивые Личности. Просыпайся, просыпайся уже наконец. Сколько можно спать в объятиях Майи, в объятиях иллюзий, в которые ты так давно погрузился? Просыпайся. Замы самообороты,送 Что является самым высшим актом милосердия? Среди всех добрых дел самым высшим является, если ты даёшь человеку имя Бога, если ты даришь ему святое имя, которое неизбежно приведёт к спасению той или иной души, с авайфом сам по роду гормон, самым высшим религией, самым высшим процессом и всех существующих является именно взывание к Богу по имени, святое имя. Именно оно дарует освобождение и счастье душам. Они говорят, что они говорят, что они говорят, что они говорят, что все это наша семья. Вы только одна семья, glitter our father, you are the son of everybody, you are the son of everybody, you are the brother and sister you are everybody, so everybody is looking to equal. You are the son of everyone, the Lord is the result of everyone, so every time you get yourself to have all the world is the heart of everyone, we are living in all the world, then you are the one family. Такая освобожденная личность, когда смотрит на мир, она уже вне иллюзии, она не делит людей или живых, существенно плохих или хороших, она видит, что все живые существа – это все одна семья, все живые существа являются сыновьями Господа, все являются братьями, с единственным с любовью относятся ко всем. Да, есть 26 качеств этих способностей, 26 качеств. Один – это основа, один – анги, другой – анга, если это один – анги – это основа, один – соруб лакхан, другой – татас лакхан. Если это не соруб лакхан, то есть 25 качеств, то есть «усeless», «усeless», «усeless». Это не верю. То есть, что это? Ладно, и здесь, народ говорит о «ми ананабхагана бхакти курванти дри д專р, здесь соруб лакхан, это мои ананабхагана бхакти, он только один – он, только – он делает бхакти для меня. Один – он делает бхакти-курванти дри дь дgue, но очень – очень хорошие. Дридо – это очень хорошие, которые делали бхади, это – основа, что ли это – это основа, что это основа. Среди них есть главный и среди них есть второстепенный. То есть среди них есть качество, определяющие сварупа, шарты, главным качеством. И среди них есть качество второстепенный, вытекающее из главного качества. Что же является главным качеством из этих 26 упомянутых? То есть Махара сейчас не будет рассматривать все эти 26, То есть главным качеством является преданность Господу. Если человек имеет эту преданность, если все действия такой Личности направлены на служение Господу, то все остальные качества настоящие. Если у человека видны все эти качества замечательные, но если среди них нет преданности Кришна-бхакте, то есть его действия направлены не на Бога, то все эти качества ненастоящие. Так как анги главные качества и анга второстепенные. Ана маткрате тетта кармани тетта сандравандхаба, ана маткрате тетта кармани, как он делает, он только садится на меня. И для меня, все эти материалы, которые я сделаю, не на саду тетта сандравандхаба, все эти материалы, эти конкретные, только один, и только он любит мне. Капиладев говорит, «Мой преданный, все, что не делает, делаешь лишь для моего удовлетворения, для моего удовольствия. Он готов порвать любую материальную привязанность ради меня». Он зовет меня, reci 84, то есть владела, ана и Укра Такой преданный все делает для меня и такая личность является украшением Земли. Итак, сейчас говорит, что Господь Копилады раскрывает значение Святого Имени. Копилады говорит, что человек только тогда имеет возможность повторять Святое Имя и способность, если у него в прошлых жизнях уже успех в четырех видах, он уже сделал вот эти четыре вещи. Продолжение следует... Продолжение следует... Господь Копилады говорит, что если в прошлых жизнях этот человек уже совершил все виды тапаси, если человек в прошлых жизнях уже совершил все виды огненных жертвоприношений, если человек в прошлых жизнях уже посетил все святые места, и если человек в прошлых жизнях уже изучил все Веды, исторические Веды... Господь Копилады говорит, что Семёша, когда они с вами говорят Хохов Баджи, они говорят о чардах, это очень лоя-костная страна, и он сказал, что Семёша царда тоже сулит, что если вы считаете это то, то с большим, что если вы читаете его цардах, Ахо-бад-сапо-чато-дарьянтис. Даже если чандал, он самый высокий человек. Висуна Чарвата говорит, что если только в последний раз он был член, он был очень счастлив, что кто-то был член, он был член. И если он слышит это, если он не делает Кришна's service, если он смотрит Кришна's face, он был член, он был очень счастлив, он был очень счастлив. Чандал full-time? Не full-time, это жива-грей. Жива-грей означает, что в последний раз он был член. Я понимаю, но как это член, я не понимаю. А хо за кадром... Господа NOTH indication... Выšил эту сл厲害 с китайской столовой москanten limbs зелень, что пойдет очень счастлив и голова ха cui ты член, а хо за кадром и подходит ш��. И тогда независимо от того, в какой бы семье ни родился такой человек, даже если будет в семье совершенно из низшего класса, где питается плотью собак, даже такой человек, если он повторяет святое имя, значит в прошлом действительно он уже и изучил все веды, прошел все жертвоприношения, все виды топасти, все виды паломничества. И это, как Владимир говорит, когда человек только лишь, святое имя только лишь касается языка, это слава такого человека, если только святое имя касается языка такой Личности, что говорить о том, если человек всем языком его повторяет? Я спросила у Махараджи, Махараджи, какая разница между касается и всем языком повторяет? Он объяснял, что когда человек все время поглощен повторением святого имени, это как полностью всем языком, а когда касается, значит иногда услышал, то есть слегка, случайно услышал святое имя, случайно повторил святое имя. То есть, что говорить тогда о славе человека, если он посвятил свою жизнь повторению святого имени, который всегда служит образу Господа, который созерцает красоту Господа, который служит Господу. Да, да, да. Так, 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 так. Я говорю, «Ярнам дея-ашравнан кристина, яд прванат чад смарнат кこчи». Я говорю, «Ярнам дхэй ашравнан ran кристина». Я говорю, «Ярнам дея-ашравнан кристина, яд прванат чад святое имя». Я говорю, «Да, ядю». Или, если я дюг и дюг его тебе, это хранux богское tea asking this holy name then what happening if we chant this holy name then what will happen . telling the same one type of janten, not ordinary person, not ordinary person can do this janten who is a brahman person not ordinary brahman, и in a high class of brahman who is gold they can do this kirtan this jhatal, if somebody chanting this holy name and doing kirtan, this holy name is effective at that time что мы можем делать такой же вид, что мы можем делать такой же жертвоприношение. Если человек повторяет Святое Имя, то даже если он родился в себе собакаедом, не то чтобы брахманов, он способен проводить это окно на жертвоприношение. Сейчас мы говорим о Вишну-бхакти, многие люди приходят в эту святую жизнь, как они очень высококлассные люди, которые называют Шримад Бхагаваду, когда кто-то становится Бхайшнаваса. Но таким образом ذyll بхайшнаваса. Смека ждет ранее решил, спереди buenosцепти. Note что Agна Мистер Бхагин 크게 это неизб consumers. То есть погода умов—м poblapa слова — граба. То есть однlloما, одеативные людей начинают писать сам. Если она из Страбай redesign, то есть примерно одинн buildings, They are known very nicely, then somebody becomes like this. Срава-водхану бит-коттья, что такое все, спея, ведхан, апанишал, миллион, 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 это Брагман, и один vaiшно-вас. Войсäsнава Вы можете сказать сегодня, что вы пришли к Махаправу-лайке, а вы не аринейный человек. Так что Шимад Бхагава рассказывает, кто пришел к Махаправу-лайке. Среди тысячи браманов только один будет достойный проводить огненное жертвоприношение. Не все браманы этим занимаются. Среди тысячи таких, достойных проводить огненное жертвоприношение, возможно, один поклоняется, предумеет веру в Господа Вишну. Среди тысячи таких, которые поклоняются Господу Вишну, есть единицы, которые поклоняются Кришне, которые поклоняются Раме, более высшему образу Господа. Среди тех, кто поклоняется Господу Раме, Тысячи тех, кто поклоняется, единицы, которые воспринимают Господа как Кришну, уже поклоняются Господу Кришне в Дварике. Среди тех тысяч, которые поклоняются Кришне в Дварике, единицы, которым открыт еще более возвышенный образ Господа Кришны во Вриндаване. Махараджи говорит, а еще бывшими являются те, которые поклоняются Кришне в его образе, еще читая Махапрабху. Махараджи говорит, вам просто немыслимо, немыслимо повезло, что вы пришли в эту линию и вам даруют это возможность. Маласи Сатиринандана Гавр, Харе, Ки, Саримана Чайтана Махабрабху, Ки. Махабрабху. When there starts chanting, always this holy name, and he said all this, Naguppar 1961 되�ling Mahabhira o Prabhu you are very 뻔на person. Why that Bodh рай hobby class Brahman family. But they are doing guidance working. This is the Muslim king so only we are very well. Fallen person, The Bhada take this time chanting this Mahamantra. Then Mahabhira will laugh NO 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 you are not a fallen person. То, если он не вернится, то он не вернится. В ней тоже невозможно вернится. Поэтому они должны вернится на вернение. Махапу говорит, что мы вернитесь в вернение, а не вернитесь в вернение, что каждый момент вы так будто бы были с последней. Резинения, все выезды в вернение. В тот момент вы выделите с большей гарантии, что все хьяна 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 делали очень много историй, что хьяна хьяна делали все такие жертвы, если вы не знаете человеку, то никогда не делали этот дурак, никогда не делали всю жизнь. министром страны, когда они пришли к читанию Махапрабу, они пришли в обычных одеждах, в одеждах обычных людей и даже взяли для смирения соломинку в зубах, показывая своё низшее положение. Они стали признаваться Махапрабу о том, что они падшие люди, они полностью погрязли в мирском, они служат мирским людям и они не знают, как выпутаться из этого положения. Когда читали Махапрабу, он сказал, что неправда, это невозможно. Если вы повторяете святое имя, то вы каждый момент своего времени омываетесь в святых реках. Те, кто повторяет святое имя, это самые чистые личности. Итак, что вы всегда делаете ньхан, делаете сева, кришна сева, всегда читаете. Это Харе Кришна Махамутра. Служите Кришну руками, а устами повторяете Харе Кришну. И Махапрабу говорит, что без этого названия нет хорошего момента, и без этого названия вы проживаете свою жизнь. Читали Махапрабу говорит, что ни один миг своей жизни не проживаете без Харе Кришна Махамутра. И восемь миллионов четыреста тысяч видов жизни и мы как душа проходили и рождались во всех этих телах, в самых разных формах тварей. И очень редко, при этом достается только однажды, по большому счастью, тело человека, в которых можно познать эти истины. Пожалуйста, не упускайте эту возможность, примите святое имя. Читали Махапрабху говорит, что даже безы не смогут прославить вас полностью, что если вы все свое время будете повторять Харе Кришну Махамантру, и во время сна, когда просыпаетесь, и во время еды, и во время движений, во время всех своих дел. Вчера я вам рассказывал, что святое имя — это то, что исполняет все наши желания. Да, так сказать «нам чинтамани, но без оффенса вы можете петь этот святое имя». Это очень сложно, без оффенса. Как можно петь оффенса? Скажите, кто всегда петь этот святое имя, всегда петь, это все оффенса. Махапрабху говорит, что тогда начинает работать как чинтамани, когда мы повторяем его чисто, без оскорбления, с чистым сердцем. Каким же образом добиться такого состояния? Потому что сейчас у нас сердце нечистое, у нас не получится, не будет выходить это чинтамани. И Махапрабху учит. Он говорит, что если все время будете повторять святое имя, обязательно сердце станет чистым вскоре, и святое имя сможете повторять чисто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова